Постараюсь, тем не менее, сделать свой доклад, отметить основные тренды, поскольку так получается, что основные, царицами их, конечно, не назвать, но основные локализации, которые отмечены наибольшим прогрессом в области таргетной терапии, иммунотерапии, это, конечно же, колоректальный рак и рак желудка, и ведущие эксперты в данной области нам о нем расскажут. Но, тем не менее, основные тренды я все-таки представлю, и Анна Сергеевна попрошу ее какие-то моменты, касающиеся молекулярно-генетических подтипов, основных локализаций желудочно-кишечного тракта осветить. Итак, мы начнем нашу работу. Я хотела бы сказать, что формат, он нисколько не меняется. Основной акцент, конечно же, это возможность не только увидеть и услышать, но и проголосовать. Я вот сейчас пытаюсь переключить презентацию, Олег Сергеевич, она у меня не переключается, я думаю, что наша замечательная IT-служба все-таки ее переключит. Мы переключились. Глубоко уважаемые коллеги, все, кто подключен, а я все-таки призываю это сделать, подключиться, и на ваших, в случае того, если вы подключились, вы увидите голосование. Голосование достаточно простое для того, чтобы мы наладили нашу с вами систему обратной связи. Все, кто голосует, все, кто подключается, мы видим, поэтому мы очень признательны за ваши голоса, они очень ценны. Так вот, в лечении каких больных онкологическими заболеваниями, какими опухолями желудочно-кишечного тракта произошли наибольшие изменения в 2019 году? Вот пока набирали, судя по всему, некоторые слова продублировались. Первое – это аденокарциномы желудка, гепатоцеллюлярный рак, колоректальный рак или все варианты правильные. Пожалуйста, голосуйте. Так, я на самом деле тоже проголосовала. И так, у нас еще есть возможность, но, судя по всему, действительно все эти три локализации были отмечены определенными значимыми изменениями, которые повлияют и уже повлияли на судьбу онкологических больных. Так, еще вот к нам присоединен, еще коллеги присоединяются, пожалуйста, голосуйте. Вот так вот у нас, собственно, работает система. И даже докладчиков я также прошу подключиться по ссылке, которая к вам приходила, и вы увидите, соответственно, варианты ответов. Так, хорошо, дальше, следующее голосование. Оно тоже достаточно простое, но, тем не менее, мы даем время для того, чтобы коллеги все-таки подключились и посмотрели, как работает данный вид обратной связи. Так вот, в каком виде лекарственной терапии больных опухолями желудочно-кишечного тракта произошли наибольшие изменения в 2019 году? Химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия – все варианты правильные. Так, голосование идет. Варианты, с одной стороны, если говорить о химиотерапии, то я думаю, что, наверное, все-таки, наверное, еще рановато. Скоро будет регистрация, если мы будем говорить о колоректальном раке, о возможности последующих линий терапии. Но это, наверное, еще преждевременно. Но, тем не менее, действительно, в области таргетной терапии, иммунотерапии произошли значимые изменения. И хотелось бы сказать, что, действительно, основные, собственно, наши с вами работы – это мультидисциплинарный подход, в центре которого находится наш пациент. Это пациент-центрированный, проблемно-ориентированный подход, основанный на мультидисциплинарной команде. И комплексный подход, позволяющий правильному пациенту в правильное время назначить правильный препарат. И, конечно же, очень важно, чтобы именно мультидисциплинарная команда назначала лечение, а не доктор Google, как это часто бывает. И мы сталкиваемся с тем, что пациенты приходят и говорят, а вот я прочитал, и вот такой-то вариант лечения. Как вы думаете? Конечно же, мультидисциплинарная команда позволяет нам сделать так, что недаром выражение, которое прозвучало как гимн, точнее, не гимн, а девиз на АСКО в этом году. Если хочешь идти быстро, иди один, но если хочешь уйти далеко, иди вместе. И вот благодаря нашей мультидисциплинарной команде мы делаем все возможное, чтобы наши пациенты достигали наилучших результатов. Сейчас буквально хотелось бы отметить, что если мы говорим о лечении рака поджелудочной железы, то в настоящем году нет таких значимых событий, касающихся таргетной терапии и иммунотерапии, которыми были отмечены другие и прочие локализации опухоли желудочно-кишечного тракта. Действительно, рак поджелудочной железы отличается своей значимой гетерогенностью. Выделяются различные молекулярные по типу поджелудочной опухоли рака поджелудочной железы. И я вот хотела бы, чтобы, возможно, я действительно отнимаю хлеб у Анны Сергеевны, но тем не менее прокомментировать значимость вот такого подхода в подразделении рака поджелудочной железы на молекулярные по типу. Если честно, я про поджелудочную железу не планировала рассказывать, потому что это всё-таки довольно редкий вид рака по сравнению с другими эпителиальными опухолями желудочно-кишечного тракта. У меня очень короткое время. Поэтому в целом, что касается эффективности подразделения опухолей на молекулярные по типу, то это сейчас очень актуальное и активно развивающееся направление, модное, можно сказать. Если в этом смысл, не всегда это очевидно, но в целом, на мой взгляд, это, безусловно, шаг вперёд, потому что даже если сейчас мы не можем предложить пациенту какую-то опцию терапевтическую с учётом особенностей молекулярных, в том числе этой опухоли, то это большой задел на будущее, потому что это позволяет нам существенным образом изменить и углубить наше понимание биологии опухолей. И это потенциальная, безусловно, возможность развития каких-то других подходов, в том числе терапевтических, в последующем. А что Вы думаете по поводу вот такого подразделения, классификации на типичный рак поджелудочной железы? На панкреатический и плоскоклеточный. Плоскоклеточные раки бывают крайне редко в этой локализации. Они бывают действительно вообще в целом опухоли этой зоны, условно, анатомической. Это крупные желчные протоки, двенадцатиперстная кишка и поджелудочная железа. Их объединяют таким групповым понятием панкреатобилярная зона. Они имеют общий гистогенез, эмбриогенез. И зачастую в них развиваются сходные опухоли. И в том числе описаны случаи плоскоклеточной метаплазии. Она может быть в разной степени выражена в этих аденокарциномах. То есть это могут быть бифазные раки, железо-плоскоклеточные и гораздо реже плоскоклеточные карциномы. Они, безусловно, имеют другую биологию и текут не так, как железистые опухоли. И, конечно, это имеет смысл подразделять их. Спасибо большое. И действительно, огромное значение сейчас уделяется... Вот видите, тут подходы именно более 50% опухоли действительно истинно... В распространенных. Да, в распространенных метастатических опухолях имеет такой вот молекулярно-генетический подтип именно плоскоклеточного рака. И, собственно, для чего? Вот для себя, когда я искала ответы вот этого молекулярно-генетического деления на различные подтипы, то посмотрите, если так задуматься, то сейчас широко развивается прецизионная терапия, когда есть конкретная мишень, которой назначаются определенные препараты. И если вы обратите внимание, то здесь уже при наличии БРС-мутации уже в нашем расширенном доступе пациентам была возможность назначать парп-ингибитры, тот же самый талазопориб. У нас есть случаи, когда пациентам с БРС-мутацией назначался тот же самый талазопориб. И ряд других мутаций, например, фосфодитол-занитол-трекиназный путь, пиатрики, рассматривались аж несколько, шесть возможных ингибиторов малых молекул, направленных на дезактивацию данного сигнального пути. И то же самое есть возможность назначения и давитениба при наличии в 6% случаев измененного фибробластного фактора роста. И то же самое даже редко, пусть даже в рамках расширенного доступа, возможно назначение ларактриктиниба. И поэтому на настоящий момент, конечно же, даже при наличии экспрессии ХЕР-2, которая наблюдается в 2% случаев, обсуждается назначение таргетных препаратов, в том числе тростозумаба. А в 2% случаев обсуждается возможность назначения ингибиторов МТОР, эверолимуса. И вот такой вот подход, конечно, он крайне важен, потому что по-прежнему для лечения больных раком поджелудочной железы у нас нет эффективных таргетных препаратов, возможно, все-таки вот эти вот малые сведения, но тем не менее прицельный подход позволит изменить прогноз жизни данной категории больных. И все-таки большую часть пациентов у нас, мы вообще не видим определенных мишеней, практически 25%. Поэтому, если говорить о колоректальном раке, я, к сожалению, в связи с тем, что времени действительно не так мало, то есть не так много я ограничила в представлении тех, того материала, который хотелось бы изложить. Но опять-таки, поскольку рядом со мной ведущий специалист в данной области, имеющий отношение напрямую к разделению... То есть, видите, сейчас для колоректального рака огромное значение имеет география опухоли, наряду, конечно же, с молекулярно-генетическим потипом колоректального рака. И вот на ваш взгляд, Анна Сергеевна, пожалуйста, прокомментируйте вот такую особенность, и связанную непосредственно с различностью географии опухоли, происхождение различных эмбриональных зон. Пожалуйста. Действительно, уже давно известно, что опухоли правой и левой половины ободочной кишки ведут себя по-разному. И с точки зрения прогноза, и с точки зрения ответа на терапию, и на сегодняшний день наши представления в этой области довольно широки. Мы знаем, что это связано с различными патогенетическими механизмами развития этих образований. Так, микросателлит нестабильные опухоли, как правило, развиваются в правой половине кишки. К сожалению, там же чаще развивается и бравмутация, которая, хотя теоретически является мишенью для таргетных препаратов, в данной локализации является фактором, который ассоциирован с неблагоприятным течением заболевания. Но всё меняется. Я так понимаю, Татьяна Юрьевна, наверное, сегодня об этом будет уже сказано. Но тем не менее, вот это сочетание именно генетических факторов, мы даже если возьмём просто микросателлитную нестабильность и бравмутацию, вот эти два фактора, это то, что определяет биологию опухоли, то, что определяет её поведение, определяет её прогноз, определяет её чувствительность к терапии. Безусловно, это крайне важно. Я думаю, что можно дальше долго продолжать относительно других деталей. Вот видите, действительно, сейчас тот консенсус по молекулярным подтипам, он действительно подразделяет и имеет отношение на и правосторонние, и левосторонние опухоли. И молекулярный генетический подтип, они встречаются с различной частотой в зависимости от локализации опухоли. И вот достаточно красивый, на мой взгляд, слайд, который чётко показывает, что да, действительно, опухоли правосторонние, они отличаются несколько и даже действительно худшим прогнозом. Здесь у нас с большей частью мы встретим и, соответственно, и бравмутацию 25% больных с правосторонними локализациями данной мутации, и в том числе микросателлитная нестабильность тоже может встречаться в 22% случаев. И, соответственно, левосторонние опухоли. Здесь уже и керазмутация. Кстати, керазмутация в равной степени может встречаться как и при правосторонних, и при левосторонних опухолях. Но однозначно совершенно даже понимание наличия керазмутации и отсутствия керазмутации дикий тип медианной выживаемости будет колебаться в районе в среднем 3 лет. Если у нас есть керазмутация, прогноз пациентов ухудшается общая выживаемость уже до 1,5-2 лет. Если у нас есть бравмутация, здесь прогноз жизни до настоящего момента был значимо худший и в пределах года жизни. Поэтому здесь большое значение имеет поиск и назначение таргетных препаратов. И специально даже я сделаю больше акцент на рекомендации инсцент, которые идут несколько впереди планеты всей. И у нас делается все возможное, чтобы все, что зарегистрировано в FDA, после прохождения расширенного доступа или тех клинических исследований на территории Российской Федерации, чтобы как можно быстрее наши пациенты получали соответствующий вид лечения. Но все пациенты обязательно с метастатическими опухолями должны проходить, им должна выполняться реобиопсия с определением молекулярно-генетического потипа. Это важно, потому что это расширяет возможности таргетной терапии и иммунотерапии. Если говорить о ранних стадиях, если мы говорим, например, когда мы определяем с тактикой одевантной терапии, наличие микросателлитной нестабильности в ряде ситуаций – это признак благоприятного прогноза. Но опять-таки мы определяемся, нужно ли эскалировать и деэскалировать одевантную терапию колоректального рака, которая в среднем у нас составляет длительность ее до полугода. И вот один из дизайнов исследования у пациентов со второй-третьей стадии колоректального рака пациенты получали либо 3 месяца режима Фолфокс или Капокс по сравнению с 6 месяцами. И вот то домашнее задание, которое прозвучало на АСКО в этом году для пациентов высокого риска при второй стадии Капокс, капицитабин, комбинация оксалиплатином 3 месяца – это одна из рекомендуемых опций назначения одевантной терапии, так как меньшая токсичность. А вот если мы говорим о метастатическом раке, может рассматриваться на основании тех исследований, которые были представлены, режим Фолфоксили с бивоцизумабом, как первая линия у пациентов молодых, повышенного питания, не получавших ранее в режимах оксалиплатина. И хотелось бы отметить, что впереди мы прослушаем блестящие доклады, я уверена, о целесообразности, о режимах, которые мы можем проводить в первой линии, о последующих режимах. Но везде обращаю внимание, обязательно наши пациенты, перед тем, как мы назначаем лечение, мы должны определять молекулярный портрет опухоли. Обязательно наличие КЕРАС-мутации, НРАС-мутации, БРАВ-мутации, микросателитной нестабильности, которые даже в случае ХЕР-2-экспрессии, которые не только мы уже сейчас понимаем, и о прогнозе течения жизни данного конкретного пациента, но и возможностях лекарственного лечения. Здесь, опять-таки, большое внимание уделяется БРАВ-мутации. Посмотрите, как изменились рекомендации НТСН, это уже четвертая версия за 2019 год. При наличии БРАВ-мутации назначаются соответствующие препараты. Я не буду их перечислять, они показаны на слайде. Тем не менее, у нас сейчас такой возможности, данная комбинация не зарегистрирована в территории Российской Федерации. Тем не менее, понимание, что уже сейчас есть доказательная база, которая показывает, что назначение, к примеру, доброфениба, трометидином и спонитобумабом при БРАВ-мутации значимо улучшает показатели выживаемости больных. Не говоря и о других, и другие рекомендации представлены. Например, энкорофениб с бифетинибом и спонитобумабом при БРАВ-мутации. И в том числе, знание, и также понимание и возможности назначения лароктретиниба, энтроктиниба при соответствующей мутации тоже крайне важны. Но эти препараты у нас на территории Российской Федерации не назначены. Тем не менее, слово и мысль материальны, и всё меняется, и достаточно быстро эти режимы входят в нашу клиническую практику. Большое значение имеет наличие микросателлитной нестабильности. Самый по себе факт микросателлитной нестабильности – это назначение при различных опухолях иммунотерапии пепролизумабом. И только при наличии микросателлитной нестабильности мы можем назначить либо неволумаб с эпилемумабом, или же, соответственно, возможно назначение эпилемумаба. Неволумаба, прошу прощения. И кроме того, у нас есть возможность назначения и третьей линии терапии, такие цитостатики, как трифлюдин и типерирацил. Он скоро, этот данный препарат, будет зарегистрирован на территории Российской Федерации, так как те клинические исследования показали не только значимую эффективность по сравнению с плацебо, наилучшей сопроводительной терапией, и в отношении как увеличения общей выживаемости, так и качества жизни. И мы должны не забывать и возможное значение риграфиниба для данной категории больных. То есть возможности лечения больных, когда колоректальным раком определялись двумя линиями, сейчас всё определяется молекулярно-генетическим профилем пациента. Поэтому ещё раз напоминаю, что ребиопсии крайне важны обязательно с определением молекулярно-генетического потипа. И ещё раз я обращусь к Ане Сергеевне в отношении микросателлитной нестабильности. Какие у нас сейчас есть опции для определения данного маркёра? Этот тест может быть выполнен сейчас двумя путями. Либо при помощи молекулярно-генетических методов, собственно, непосредственно микросателлитная нестабильность, то есть длина микросателлитных повторов определяется, либо, в общем, сопоставим по эффективности, является иммуногистохимический метод, который выявляет вот этот DMMR, это дефицит mismatch repair system, то есть белков, которые отвечают за репарацию неспаренных нуклеотидов ДНК. Это простой тест, 4 антитела, очень прост в, собственно, исполнении и в анализе. Поэтому доступен сейчас широко довольно. И, конечно же, место иммунотерапии в лекарств лечения колоректального рака сейчас этому отводится достаточно большое значение. И без анализа на микросателлитную нестабильность мы назначить такой вид лечения не могли бы. И исследования новые, то, что было представлено АСКО в этом году, показывают, отмечают, что действительно те пациенты, это, в принципе, в целом свойственно для иммунотерапии, которые получают ингибиторы точек иммунного контроля и отвечают, и дают объективный ответ. Частичный регресс, полный регресс. Есть корреляция с увеличением и общей выживаемостью. И вот исследование, которое показало, что те пациенты, получавшие комбинацию дорволумаба с тримилимумабом, по сравнению с наилучшей сопроводительной терапией, у пациентов с исчерпанными возможностями, хоть она не отразилась на увеличении показателей выживаемости без прогрессирования, но было отмечено, соответственно, увеличение показателей общей выживаемости, но и наилучший тренд был отмечен у пациентов с опухолевой нагрузкой. Да, вот, Анна Сергеевна, в чем мы ограничены возможностью на данный момент определения у пациентов и микросателлитной опухолевой нагрузки? Это довольно непростой метод с точки зрения анализа, и он требует, в общем, секвенирования ДНК. И, собственно, это ограничивает возможности, потому что центров, в которых это доступно, не такое большое количество, и сам по себе анализ, в общем, трудоемкий и недешевый. Но вот с вашей точки зрения прогноз, через сколько лет в нашей рутинной практике, наряду с ПДЛ-тестированной, наряду с микросателлитной стабильностью, у нас появится возможность и определение опухолевой нагрузки? Ну, мне тяжело сказать в годах. Ну, вот, по поработе поиграть, предвидеться. Ну, на сегодняшний день все-таки ситуация с, так сказать, административная и законодательная, с молекулярными тестами, она сдвинулась все-таки с какой-то мертвой точки, потому что очень долгое время не было регистрационных удостоверений вообще на эти реактивы, на эти тесты. Я думаю, что если будет поддержка и лобби со стороны онкологического сообщества, то это будет быстрее. Но для этого, в общем, нужна поддержка клиницистов и их заинтересованность в этом тестировании. Ну, я думаю, что у нас на самом деле есть триада. Святая Троица – это пациент, врач и носитель информации и непосредственно препарат – это фармацевтическая компания. И когда мы видим, что возможность применения такого маркора, как опухолевая нагрузка при различных локализациях, помогает нам выбрать определенный профиль пациентов, у которых мы видим наилучший ответ, и это самое главное отражается на качестве жизни и показатели выживаемости, а самое главное мы сейчас считаем, и в ряде случаев, и вот такой подход, он оправдан, считаем деньги. И я хочу сказать, что поскольку мы сейчас говорим о микросателлитной нестабильности при различных злокачественных опухолях, то каждый раз, когда я просматриваю те статьи, которые свидетельствуют, процент он невысок при различных локализациях, но я каждый раз упорно ищу все, что касается рака поджелудочной железы, но тем не менее, к сожалению, процент наличия микросателлитной нестабильности при данной локализации крайне мало. Вот я сейчас даже пыталась... Так, здесь я не нашла. Вот здесь, кажется, я здесь так хотела подчеркнуть. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, 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 так. Здесь тоже я, получается, не нашла. Но нашла я все-таки... Ура! Я нашла в одном из исследований, ставилась перед собой цель, и вот микросателлитная нестабильность из, соответственно, у пациентов... Причем, посмотрите, все-таки нашли ж таких пациентов с микросателлитной нестабильностью при поджелудочной железе, то из пяти из них был получен ответ. И медиана до девяти с половиной месяцев при исчерпанных возможностях лекарств лечения, это, конечно, достаточно высокие цифры, поэтому, Анна Сергеевна, имеет смысл при поджелудочной железе и осмотреть микросателлитную нестабильность. Как это думаете? Имеет, конечно. Ну вот, мы всячески пытаемся за это вот зацепиться, но, тем не менее, вот в этой статье я это нашла, причем пыталась очень это упорно сделать. И так, сейчас... Это я презентацию еще... Предыдущий вариант. Так, 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 чтобы уже время... И еще, что важно, вот исследование НААСКО, которое было представлено в этом году, это комбинация лучевой терапии абскопального эффекта, которая наблюдается при проведении лучевой стереотоксической лучевой терапии вместе с чекпот-ингибиторами, пелимумабом и с неволумумабом. И, конечно, подчеркивать, что сюда входили пациенты с исчерпанными возможностями, но, тем не менее, те пациенты, которые отвечали, у которых был частичный или полный ответ, это вот желтая линия, зеленая линия, оранжевая линия стабилизации, то у этих пациентов, соответственно, и время ответа было достаточно большим. И в отношении общей выживаемости пациенты на иммунотерапии отвечающие, это уже предиктор увеличения общей выживаемости. Ну, вот такая закономерность, которая прослеживается при различных локализациях. И по раку желудка я предоставлю возможность рассказать кратко о основных трендах и, соответственно, представить опыт уже всего, я так понимаю, Санкт-Петербурга, или вы только представите нашего МИЦ... Только клинический случай. Гульфия Митхатовна ограничится клиническим случаем применения оптимального препарата выбора второй линии метастатического рака желудка. И поэтому мы ограничимся сегодня, чтобы соблюдать регламент без вопросов. Но, конечно же, будущее лекарственной терапии злокачественных опухолей после выполненной, повторяю, ре-биопсии, даже при каждом прогрессировании сейчас рекомендуется выполнять ре-биопсию. То будущее, конечно же, за комбинациями и возможности лечения таких пациентов значимо все больше. И мы всегда должны помнить, что больной – это всегда человеческая личность со всеми сложными переживаниями, а отнюдь не без личных случаев.